итак приветствую друзья и гости канала всем огромный привет сразу хочу попросить вас извинения прощения тому подобное потому что не записываю обзоры на квартиры так далее потому что блин очень много времени уходит на прокаты на встречи на проводы и так далее поэтому постараюсь снять объекты наверное свой выходной потому что сейчас завал очень много прокатов очень много встреч очень много проводов блин просто честно очень 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 много по итогу просто психически не хватает времени снимать объекты я думаю завтра попробую выделить для вас время потому что как и неудобно когда ты делаешь прокаты в это время снимать плюс опять же ты приезжаешь на определенные объекты и ты понимаешь что сейчас цена другая стала поэтому надо конечно снимать потому что потому что блин вы насмотритесь моих старых видеороликов где были другие цены и по итогу что мы имеем по итогу мы имеем то что смотрите то что было два месяца за три месяца за сейчас это время очень сильно все поменялось к примеру я озвучил недавно акционные квартиры в жилом комплексе место под солнцем и можно было купить классные квартиры по 110 тысяч рублей за квадратный метр это 50 квадратных метров в данном доме сегодня приехал цена 130 до на 20 тысяч рублей с квадрата прошло всего лишь две с половиной недели две с половиной недели и квартиры подорожали на 1 миллион рублей это конечно очень много поэтому поэтому ребят исправлюсь обещаю обязательно поснимаем плюс опять же появились новые объекты которые можно продавать примеру в адлере ты появился жилой комплекс корона я думаю я сниму вы просто обалдеть и как вам внутри все сделано красиво и классно плюс опять же сегодня был на объекте тоже можно вы снимать и вам рекомендовать который прошел огонь воду и медные трубы это жилой комплекс который называется у нас ивановский кстати неплохой мне понравилось хорошие особенно если брать квартиры большими на неплохо опять же ипотека проходит дом сдан но сдан по-сочински внутри еще там нифига ничего нет поэтому тоже думаю можно застать потому что цена в адлеровском районе 85 тысяч рублей за квадратный метр за дом с документами это нормально при том с нормальными документами опять же сегодня проезжался по тем объектам который разбирает еще два объекта стали разбирать в поселке мирный тоже попробую завтра вам это все заснять сегодня при клиентах было неудобно и так они смотрелись очень много страшного всего а это ну как бы не знаю в общем без клиента попробую снять самое главное что квадрокоптер заряженный готовы все все камеры заряжены и вот не получается ну и опять же да вернемся с вами такому вопросу у меня сегодня такие задавали вопросы кстати что с теми людьми которые купили себе квартиру если вдруг дом снесли что с этими людьми что дальше ну как бы знаете есть такой вот автоблогер давидович да и у него как-то проходил конкурс машины и тех людей которые не устраивали условия до этого розыгрыша они просто шли посмотрите видеоролик загуглите поймете просто шли вот туда здесь тоже самое вот не хочу я вам озвучить с моей стороны некрасиво будет голоса и сообщения воспроизводить с подписчиками но знаете клиентка мне вчера спросила макс вот а что скажете за жилой комплекс такой такой-то в догомесе ну я говорю это объект который строится незаконно она мне присылает разрешение на строительство там разрешение на строительство индивидуального жилого дома ну за нужно дома строится конечно квартирные ягона это не разрешение на многовартирный дом, это разрешение на постройку индивидуального жилого дома. Вот там мне цена устраивает, и что вы думаете? Я говорю, ну я же вам уже сказал, этот дом будет незаконный, говорю, его вряд ли сдадут и так далее. И она мне там вот, да там то, да там все, и начинает мне, типа там, наверное, вам просто мало платят и так далее. Я, короче, не выдержал, беру, отсылаю скриншот с Netflix, где прописано, сколько стоит квадратный метр, давайте вам скажу, 68 тысяч рублей стоит квадратный метр, из них 7 тысяч рублей комиссия риэлтору, 7 тысяч, и плюс iPhone 10X на 256 гигабайт еще дается в подарок, а это еще 80 тысяч рублей. И я не пытаюсь объяснить, продавая квартиру 20 квадратных метров за миллион триста, получая при этом комиссию 140 тысяч рублей, да, сколько он сказал, да, 7 умножьте на 20, да, 140 тысяч рублей, получая сверху еще 80 тысяч рублей, это iPhone 10X, можно потому что забирать деньгами, это, соответственно, нужно еще прибавить, это 220 тысяч комиссия при условии, что объект стоит миллион триста. Ну, неужели мне не хочется заработать такие деньги? Конечно, хочется, только я знаю, что данный объект, он не построится и не сдастся, потому что я прекрасно знаю, сколько стоит стройка, сколько стоит откаты, сколько стоит коммуникации, сколько стоит все. Я прекрасно понимаю, что по итогу, если мы возьмем 220 тысяч, да, уже которые получились, мы разделим с вами на сколько, ну-ка, ну-ка, давайте, на 20, то получается за каждого квадратного метра риэлтору оплачивают больше 12 тысяч рублей, 12 тысяч рублей, понимаете? И если мы 68 тысяч отнимаем 12 тысяч, то мы с вами получаем 50, сколько, правильно, получаем с вами 56 тысяч рублей за квадратный метр, а я знаю, что за 56 тысяч рублей за квадратный метр, ни один жилой комплекс в Сочи построить невозможно. И я это все, в принципе, ей сказал, объяснил и тому подобное. И как вы думаете, какая была реакция? Мне сегодня позвонил застройщик этого прекрасного жилого комплекса в Дагомесе и начал что-то мне пробовать вжевывать. Я ему с своей стороны говорю, а что, говорю, вы построили что вы сдали, какой у вас опыт? Он говорит, это первый объект. Я говорю, ну отлично, я говорю, а с чего вы взяли, что вы сможете построить? Я говорю, он, ну вот там строительство и так далее. Я говорю, ну классно, говорю, я говорю, может вам дать телефон застройщиков, которых дома строят и сдают, и они вам объяснят, сколько будет стоить подключить коммуникации, сколько будет стоить сделать это, это, это. В общем, поговорили, 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 поговорили и на этом мы разошлись. Может быть, у застройщика и вполне возможно нормальное желание, ну нормальное желание может построить и так далее. Но, ребят, что-то я сомневаюсь, ну реально сомневаюсь. И по сути, ни в одном объекте, который я вам говорил, я не ошибся, как бы вы меня не стравливали застройщики. Например, сегодня мы проехали один жилой комплекс интересный, который находится в районе Блинного. Стояли два таких домика, да, и один из моих подписчиков подумал, что я очень мало зарабатываю с того объекта. Чтобы вы понимали, продавая по 70 тысяч рублей за квадрат метр, комиссия была 10 тысяч рублей с квадрата. Ну, конечно, мало, да. Еще раз повторюсь, 10 тысяч с квадрата. И он у меня купил, просто сам напрямую приехал и купил. Не буду говорить, там два домика. Если кто-то из вас проедет, прям видно с главной улицы. И сейчас уже два этажа, когда дом был уже готовый, мне он еще, мой этот подписчик говорил, Макс, но ты говорил, что он не построится и так далее. А сейчас полностью разобрали уже два этажа. Разбирают по принципу сверху вниз. Два этажа полностью разобрали. Сейчас, конечно, меня не набирает. Он ничего у меня не спрашивает. Ну, само собой, но обычно в таких случаях уже все. И так далее. Еще раз повторюсь, я очень редко ошибаюсь в объектах. Если первые три месяца я мог там продать, мог ошибиться, потому что я верил своим, не знаю, там, коллегам по работе, таким прошаренным, я верил застройщику, я верил в дело продаж и так далее. Сейчас, по истечению трех с половиной лет, я никому не верю. Ну, я реально никому не верю. И я понимаю прекрасно, что есть уже опыт, есть уже определенная база знаний. И я прекрасно понимаю, какие объекты построятся и сдадутся, какие не построятся и не сдадутся. Потому что, ну, как бы на самом деле очень страшно. Например, вот жилой, я посмотрел, жилой комплекс на Белорусской. Вот так быстро разбирает и просто аж офигел. Я сегодня посмотрел жилой комплекс Рубин-2. Его все, там уже просто арматурину вытаскивают. Он полностью под ноль, понимаете? Я посмотрел жилые комплексы, которые рядышком стояли, там, шестиэтажный дом. Там остался один этаж. Все, там до первого этажа уже все разобрали. И на самом деле, я вот сегодня по-мирному проехал, еще три объекта увидел, которые новенькие, которые разбирают. А сейчас еще, да, я знаю, что Веселое и Блиново, там, на пересечении. Некоторые домики есть, которые, я не буду говорить название, чтобы вы опять меня не стравливали застройщиками. Но я знаю точно, сто процентов, что их будут разбирать. Потому что сегодня я на обратном пути, точнее, не на обратном пути, в World Class'е встретил, как вы думаете, кого? Встретил того инженера, который был там, как бы, на разборке рубины, который мне рассказывал про объекты. Я его встретил, когда он ходит в спортзал. Тут я смотрю, какой-то он никак стандартный, ну, как бы, нет нифига ни пуза, ничего. И мы с ним остановились, мы с ним поговорили в раздевалке. Ну, и он мне тоже сказал, говорит, эти объекты, эти объекты тоже идут. В общем, страшно становится, страшно, еще раз страшно. И, в принципе, в принципе, как он сказал, мировое соглашение только будет заключено только с одним объектом. Это жилой комплекс фигурный. И мировое соглашение будет заключено как? Просто будут оставлять три этажа, и три этажа будут сносить. Ну, пока это его слова, но я не знаю, как там, может быть, там что-то поменяет, кто-то, может, кто-то занесет что-то и так далее. Со всеми остальными жилыми комплексами, говорит, никакого мирового соглашения не заключено, и остальные жилые комплексы будут сноситься не в верхушке, заниматься лишнее, а именно до нуля. Поэтому, блин, поэтому есть информация к размышлению. Ну, и опять же, да, в последнее время очень много звонков от вас именно по проблемным объектам. Те объекты, которые действительно все, в принципе, знают. Говорят, что тут, Максим, мы не нашли обзор на данный жилой комплекс. Я говорю, а где вы про этот жилой комплекс узнали? Ну, мы увидели у других риэлторов, решили вам позвонить, спросить и так далее. И я могу сказать со 100% информацией, да, если вдруг у меня на канале нет объекта, он 100% проблемный. Ну, за исключением, там, вот, корона, да, я просто не успел снять чисто физически. Когда я могу, они уже уходят. Когда я не могу, они меня приглашают. Ряд других объектов. Ну, там этих объектов, наверное, штук 5-6, которые я еще не заснял, которые нужно заснять и которые, в принципе, заслуживают внимания. А еще больше, процентов 70 от всех новостроек, которые у нас есть, они, ну, они, по сути, незаконные, проблемные и так далее. И как-то со мной один из риэлторов спорил до усерачки, что там, дом сдастся и тому подобное. Я ему вчера позвонил, говорю, ну, что, Дима, ну, как, сдался, что ли? Он, ну, нет, там, у них там возникли. И я просто офигел. Такие отмазки такие. Я говорю, ну, ты-то мне не продаешь, говорю, передо мной-то не надо мазаться. Ты же знаешь прекрасно, что данный застройщик ни один объект не сдался. Чего ты взял, что именно этот объект он решит сдать? И в ответ тишина. А почему тишина? Ну, потому что сказать-то нечего. Я без наезда, без ничего, я так чисто поинтересоваться, мне даже самому было интересно. Просто вижу, что техники нет, ничего нет. Ну, и решил позвонить именно тому человеку, который топил за данный объект. Поэтому, ребят, что я могу сказать? Если в Дагомысле сейчас цена за квадратный метр 120 тысяч рублей, 120, да? Ну, некоторые квартиры сейчас есть, перепродажи инвесторские по 114 тысяч рублей за квадратный метр в квадро. И что-то вам предлагают по 68 тысяч рублей за квадрат. И при этом они платят риэлторам, риэлторам платят 15%, 15%, понимаете? Не 10%, не 5%, да? Не 7%, не 4%, не 3%, а 15%, если они платят с этой суммы, тут и дураку понятно, что данные объекты, они не будут сданы, они не будут введены в эксплуатацию и так далее. Ну, как бы надо же немножко головой думать. Но, как мне, я просто, меня прям раздирает включить голосовую связь, но не будет, потому что с моей стороны это будет неэтично нифига. И при этом, говорит, вот мы понимаем, но мы хотим там дешевле, у нас на нормальную квартиру не хватает денег. Но, ребят, если не хватает на нормальную квартиру денег, берите ипотеку, берите рассрочку, берите кредит, берите еще что-нибудь. Но, раз денег не хватает на безопасный объект, это не значит, что вы должны просто взять деньги и выкинуть. Если деньги жмут, если деньги лишние, если деньги просто так достались, и вы не знаете, что с ними делать, отдайте мне просто на карточку перечислять, и все. Я бы хотя бы их по назначению пущу, чем вы просто так берете и выкидываете, просто выкидываете деньги. И знаете, когда говорят, вот, а как же дольщики, которые пострадали и тому подобное. Ребят, да страдают в большинстве случаев те люди, которые умышленно, вот я еще говорю, вчера клиентке объясняю все, я уверен на 100%, что она сегодня взяла и купила за миллион триста квартиру, с которой риэлтору будет у нас отдано там 220 тысяч рублей, еще там одессы делают продаж, которые там еще, наверное, тысячи с квадратами, скорее всего, тоже еще два. И на что строить-то? На что дом строить? Земля в Дагомысине дешевая, земля в Дагомысине дорогая. На что строить-то? Вот-вот-вот, непонятно, на что строить. Даже вчера я мониторил вот эти стройки, да, сколько стоит построить дом, да, например, вот тот же самый, ну, под ключ. И дешевле, чем 45 тысяч рублей за частный дом, мне никто цену не дал. Поэтому, когда мне говорит Евгений, да, вот, говорит, Макс, я тебе построю дом за 25 тысяч рублей с квадратного метра, я сначала думал, что он очень дорого говорит, но я вчера весь интернет перелопатил и не нашел, и не нашел. И то там все хотят, там, что без учета фундамента, и там начинается, там за это доплати, за это доплати, за это доплати. Но все предлагают, все компании, которые всякие там, эти всякие гринхаусы, еще что-нибудь там, там всякие там эко-дома и тому подобное, у всех получается цена около 40 и выше тысяч, плюс там это не под ключ, это просто каркас и так далее. Ну, я имею в виду коробка сама по себе, каркас, что-то неправильно слово сказал, коробка. И многоквартирный дом, тем более, потому что, а теперь прибавьте к этим 40 тысяч рублей за квадратный метр, прибавьте еще коммуникации, да, и это хорошо, если вы за газ дадите 150 тысяч рублей, но это же считается, да, к дому. А так, в основном, дают 500 тысяч. Посмотрите электричество, посмотрите воду, посмотрите канализацию, посмотрите стоимость участка. И выходит такая сумма прям ненехилая, понимаете? Вот отсюда и мы делаем с вами выводы. Если вдруг не хватает денег на нормальное, безопасное жилье, ребят, ну, кредит, ипотека, либо еще что-нибудь, рассрочку, смотрите. Но это не значит, что вы должны просто хранить свои деньги. Самое интересное, так получилось, что я собрал вокруг всех проблемников, и ко мне начали названивать не только, ну, не только клиенты, да, точнее, не клиенты, подписчики, какие клиенты, я своим клиентам такую дичь не продаю, а в том числе и риэлтора отовсюду, и друзья друзей и так далее. Блин, ну, еще раз повторюсь, я сейчас, вот вчера опять сделал ошибку, да, отправил голосовые сообщения, сейчас, конечно, я зайду все это удалю, но вы понимаете, каким-то чудесным образом эти мои голосовые сообщения доходят до застройщиков. Также то же самое, что есть у меня там клиентка, забыл, как ее зовут, а, Зоя зовут, Зоя, тоже осмотрели безопасный объект, осмотрели, и она поехала и покупает именно тот объект, который идет под снос. Ну, и, соответственно, я ей так и сказал в голосовом сообщении. Она это голосовое сообщение отправила в застройщику, потом в застройщик, давай мне названивать, еще что-нибудь. Я, конечно, ее везде заблокировал, потому что меня достало тупыми вопросами, честное слово. Но еще раз повторюсь, если человек хочет купить себе проблемное жилье, особенно с Казахстана, он себе его купит. И вопрос, кто виноват, я не знаю, кто виноват. Кто-то покупает напрямую, кто-то покупает через риелтор, кто-то еще через что-то. Просто у меня многие мои знакомые риелторы рассуждают так, если, говорит, клиент хочет купить проблемное жилье, он его все равно купит, у тебя или не у тебя. Поэтому, говорит, я, говорит, в принципе, озвучиваю, что этот объект проблемный, но я ему не откажу, я ему продам. Потому что клиент, в принципе, знает все минусы, объекты и так далее. Просто одно дело, минусы можно сказать культурно, как мне говорит застройщик, говорит, Макс, ну ты скажи все, что сказал, да, в принципе, все это правда, но скажи как-нибудь, ну, мягко и так далее. А ты прям правду матку. Ну, е-мое, но это получится тогда не совсем правда, если я буду как-то мягко и оптимистично говорить. Ну, понимаете, ребят? Поэтому давайте еще раз определимся. Если у вас какие-то интересы по проблемным объектам, ребят, интересуйтесь у своих риелторов и так далее. Еще раз повторюсь, если у меня на канале нет какого-нибудь объекта, значит, у него есть проблемы. Если вдруг вы там видите, что в стройку идет крупный застройщик, якобы, да, крупный застройщик, и ему может доверять, ребят, это бредятина. Потому что, к примеру, жилой комплекс на Белорусской строили компанию, которая ЛК плюс там была задействована очень сильно. Из-за этого там целая куча, это, не достроили, разбирает, разбирает. Жилой комплекс той же компании, которая находится на Красной Поляне, не буду говорить названием, его разбирает, разбирает. Возьмем с вами Астринского, да, застройщика Астринский. Три года назад это был, не знаю, чуть бы не бог строительства. Также на короткой ноге с мэром города, с губернатором, да, строил большие объекты, никакие там ЖПшки, ФЗшники строил и так далее, с разрешениями на строительство и так далее. Сейчас сидит, объекты заморожены, непонятно, что с ними делать, никто не знает. Еще перечислять, есть объекты, к примеру, Мелодии Леса, тоже построил крупный застройщик. До сих пор Мелодии Леса 2, Мелодии Леса 3, они без газа, понимаете, спичками отапливаются, спички разводят костер вот у себя и тепло добывают, как в каменном веке. Адреса до сих пор нет. Еще могу перечислять очень много моментов, когда крупные застройщики, ну, не могут что-то сделать вовремя и так далее. Если вдруг застройщик крупный, это не значит, что будет все на Майзе. Жилой комплекс Босфор до сих пор не могут заключить мировое соглашение и до сих пор не могут сдать объект, потому что слишком много с них вымораживает администрация. Очень много. Бывает много, да, к примеру, жилой комплекс Корона, да, в Адлере. Он сдался. Я поставил документы. Вы знаете, каким путем он сдался? 50 квартир они дали администрации на чьи-то нужды. И еще потом 10 с них допросили еще бонусом для сотрудников ФСО и тому подобное. Для охранников. ФСО. Это не ФСБ, это ФСО. Для охранников еще 10 квартир выморозили. И тем самым они смогли заключить мировое соглашение. И дом сдался, теперь он точно не через 2 года, не через 3 года никуда не попадет. Вы понимаете? 50 квартир просто так отжали. При условии, что минимальная цена за квадрат в данном комплексе 175 тысяч рублей. 175 тысяч. Понимаете? И при этом отжали хорошие, большие, полноценные квартиры. Не какие-то малютки, а нормальные, полноценные. И, конечно же, администрация, в том числе и других крупных игроков, тоже пытается все это выморозить. Тоже пытается все это отжать. Понимаете? И от этого никуда не деться. Поэтому, 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 если вдруг кто-то вам говорит, там, это крупный застройщик. Ребят, даже у самых крупных застройщиков, даже у самых крупных застройщиков бывает не все хорошо. Даже у самых крупных застройщиков бывают определенные моменты. Не буду говорить еще одну компанию, которая там 3 объекта замороженных, 1 объект до сих пор не сдан. Притом это крупный застройщик с администрационной короткой ноги и так далее. А толку-то от этого? А толку от этого нет. Понимаете? Все равно люди ждут уже по 4 года свои документы. В том числе и наш юрист, которая покупала стройки, даже наш юрист. И она, конечно, оптимистично рассуждает, скоро все будет хорошо и так далее. Но это скоро уже я от нее слышу 3,5 года. Потому что 3,5 года назад, когда я сюда приехал, данный комплекс уже был построен. И оставалось только документы. И этих документов до сих пор в залогдальном районе данного жилом комплекса нет. Да, люди живут, да, еще что-нибудь. Но они полноценно не могут жить, вы понимаете? Полноценно не получается жить. Поэтому, ребят, я еще раз вам хочу сказать. Еще раз хочу сказать. Бесплатного ничего не бывает. Бывает определенная цена за квадрат. Если в Дагомысе цена за квадрат фигурирует 100 тысяч рублей, да. Даже компания АЛК плюс решили отдать все эти брони и тому подобное. Потому что посчитали и сказали, мы не пролазим. Если мы будем продавать по 70 тысяч рублей за квадратный метр, мы не пролезем. Мы не сдадим дом, понимаете? Не сдадим. Они правду сказали. Я считаю, что они молодцы. Они взяли деньги и потом куда-то смылись. Все. Сказали, все. Теперь будет такая цена. Потому что меняется и так далее. Даже я разговаривал с, например, с Олегом. Говорю, вот как ты дом построил, продаешь, по чем ты можешь сейчас его построить? Он мне сначала одну сумму сказал. Потом говорит, Макс, стоп, нет, не получится. Я говорю, почему? Он говорит, я брал, говорит, арматуру по такой цене, а сейчас на 40% дороже. Брал бетон по такой цене, а теперь такая-такая. И говорит, все, я тебе такой же дом смогу построить только примерно на 20% выше по цене, чем вот этот. И получается, готовый дом выгоднее купить, чем стройку. Понимаете? В чем фишка? Поэтому, ребят, вам всем хорошее настроение. Извиняюсь, что меня тут немножко бомбило. Просто я не могу. Вот я как говорю человеку, говорю, это проблемный дом. Он не... И меня пытаются переубедить. Меня никто не сможет переубедить. Я здесь живу, я здесь все вижу. Я вижу, как в Адлере один за одним сносит дома. Я вижу, как целая куча стоит долгостроев. Долгостроев, да, такое ощущение, как будто кладбище долгостроев по Сочи, по Адлеру и так далее. И поэтому вряд ли вам получится меня убедить. И то, что застройщик крупный, ребят, это вы оставьте, вот, ну, скажите, объясните это Астринскому, да, объясните это вот, кто построил у нас такой-то объект, разобрали, какой-то объект разобрали. Целая куча, да. Крупный застройщик был Вант, где у нас на Мамайке сейчас стоят 8 домов, да, просто такие скелеты, памятники, архитектуры стоят. Тоже был один из самых крупных застройщиков. И что? Ничего не помешало эти дома не построить. Все, ребят, пока побежал я ужинать и встречаться с клиентом. Субтитры создавал DimaTorzok